Это проект «Большая страна». Мы путешествуем по Казахстану, изучаем туристический потенциал родного края. Путешествие с ответственностью перед окружающей средой. Пожалуй, так можно охарактеризовать экологический туризм. А если в нем есть активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности, то вот вам и сельский туризм. Эти два направления актуальны как никогда. И именно поэтому наша команда прибыла в Алматы по приглашению Республиканского общественного объединения «Казах-Джиографии». Мы увидим, как вокруг Национального парка Леолатау выстраивается система продвижения экологического и сельского туризма. Как вовлекается население близлежащих поселков к агротуристской предпринимательской деятельности. Как повышается его финансовая грамотность и благосостояние. Информационный тур начался с посещения средней школы имени Раимбек-Батыра в городе Ясык. Школа участвует в проекте попечительства «Казах-Джиографии», направленного на развитие эко-мышления, экотуризма и проведение различного рода мероприятий с вовлечением школьников. Здесь был подписан меморандум о сотрудничестве и распахнул свои двери эко-клуб по развитию экотуризма. Определили именно эту школу имени Раимбек-Батыра, школу города Ясык, Раимбек-Шказахского района. По сути, эта школа находится практически на территории национального парка Леолатау. Вообще, в целом, подобное моделирование, конечно же, опирается на простую идею. И, конечно же, вкратце, наша миссия состоит в том, чтобы именно в людях, проживающих на этих территориях, разбудить чувство гордости, его поднять на другой уровень. И, безусловно, за этой гордостью, конечно же, последует чувство ответственности. Это то, чего мы, ну не то чтобы добиваемся, чего мы хотим. Цель проекта – создать некую точку притяжения, роста, интереса и просвещения, в данном случае среди школьной аудитории. Эко-клуб представляет собой помещение с оборудованием для дистанционного интерактива. В дизайнерском плане же все будет стилизовано под бренд-бук общественного объединения. Это пространство, располагающее любителей экологического туризма к творчеству и свободному мышлению. По словам председателя общественной организации, помещение будет оборудовано в течение месяца. Вот так мы постараемся, самые короткие сроки, это все необходимое для этого есть. Самое главное – есть согласие администрации, есть технические, финансовые и иные возможности, мы это все сделаем. Это первый шаг. Затем у нас есть уже хорошие наработки, неплохой опыт накопился именно в сфере просвещения и образования просвещения, как я уже сказал. И мы, опираясь на свой опыт, будем наполнять работу этого помещения, этой аудитории или этого клуба, будем наполнять методологически и методически. В планах географического сообщества создать целую сеть таких пунктов в школах, которые расположены в непосредственной близости от особо охраняемых территорий. После того, как сформируется модель, планируют предложить ее системе образования Казахстана. По словам Урмана Нурбаева, такой подход позволит со школьной скамьи пробудить любовь к природе родного края и заботе о ней. Ну а теперь давайте перенесемся к непосредственным объектам агротуризма, которые уже работают и принимают туристов в селах, расположенных рядом с территорией национального парка Элиалатау. Это село Коктобе. Здесь находится яблоневая плантация. Здесь на двух гектарах земли выращивают яблони. Здесь шесть сортов, среди которых золотой превосход, американка. И любой желающий турист сможет погулять по саду, сорвать эти сочные фрукты. Насладиться их вкусом, купить, а также устроить здесь пикник, предварительно заказав еду в местном кафе. Кроме яблони здесь произрастает несколько видов абрикоса, груши. Туристы могут приобрести свежие фрукты. Также здесь закручивают компоты собственного производства и заготавливают сухофрукты. Не так много времени прошло с тех пор, как мы начали этим заниматься. Можно сказать, совсем недавно. Эти яблони посадил наш дедушка. Мы продолжаем его дело. Кафе мы открыли летом, начали работать с этого сезона. А яблони уже растут примерно 5-6 лет. К нам в Тургень приезжает очень много туристов. Вы сами знаете. Мы подумали, раз люди едут, почему бы не открыть такой комплекс. Гости тут могут отведать национальные блюда казахской кухни, а также блюда других народов Центральной Азии. По предварительному заказу можно даже устроить целое гастрономическое шоу. Шеф-повар покажет весь процесс готовки в современном тандере. К услугам туристов есть юрта в полном убранстве. Кстати, есть и национальная одежда, которую можно примерить абсолютно бесплатно и сделать красивые фото. Такой симбиоз этно- и агротуризма очень интересен иностранцам, говорит хозяин комплекса. Поэтому основной акцент здесь сделан на экологические чистые продукты и национальный стиль. Мы движемся дальше, впереди у нас еще один сад. А это уже Тургенский сельский округ. Думаю, сейчас вы удивитесь. Здесь на 20 гектарах земли заложили ореховую плантацию. Да-да, вы не ослышались, самый настоящий орех. В предгорьях, да еще и в промышленных масштабах. Это ореховая плантация, первая в Казахстане и экспериментальная. В 2017 году здесь были высажены деревья грецкого ореха, фундука, известного как лесной орех, и миндаля. Говорят, что в год можно собрать 4 тонны урожая, но пока о таких масштабах говорить рано. Это только-только начало и возрождение ореховых садов в Казахстане. В этом саду собраны почти все существующие в мире сорта грецкого ореха и большая часть сортов фундука. Нам удалось пообщаться с необычным фермером. Знакомьтесь, это Маншук Жиксембекова, доктор биологических наук, долгое время занимавшийся исследованиями в сфере биотехнологий. Орехи – это новинка, потому что я была во многих странах, и там действительно культура выращивания орехов поставлена на высокий уровень. А когда я сопоставляю данные, допустим, по почве, по климату, ну мы не хуже в Казахстане, особенно в Алматинской области и так далее. Вот, и поэтому такая была, ну может быть, это какая-то мечта, может быть, отчасти. С другой стороны, мне нравится быть первопроходцем, что первыми, как бы, вызов, да, на себе попробовать и так далее, отработать. По словам Маншук Жиксембекова, еще одной причиной, почему она решила заняться орехами, стало то, что это экспортоориентированная продукция. То есть Казахстан полностью импортирует всю ореховую культуру, хотя, обладая такими площадями, могли бы и сами выращивать. Да еще и поставлять, например, в соседний Узбекистан или Кыргызстан. Как оказалось, выращивать орехи – дело менее затратное, например, в сравнении с яблонями. По словам нашего спикера, практически все процессы механизированы и не требуют большой рабочей силы. По урожаю, я надеюсь, что в 2024 году у нас уже будет промышленный урожай, на котором мы рассчитываем по фундуку и по грецкому ореху. Поэтому приглашаю вас через год буквально на сбор. Ну а пока нам предложили принять участие в посадке деревьев, которые будут служить защитой плантации от ветра и других природных явлений. Растения, конечно, тяжело переживают такой стресс, когда без кома, когда их выкапывают полностью из земли, освобождают корни, какие-то части корней, конечно, обрубаются и так далее. И мы обрабатываем их специальными защитными составами, гидрогелем, для того, чтобы сохранить влагу и для того, чтобы дерево спокойно могло пережить транспортировку. Посадка лесополосы вокруг ореховой плантации создаст дополнительный микроклимат. Но эстетическая сторона вопроса учитывается. Через несколько лет туристы, посещая экскурсии в ореховом саду, смогут отдыхать в тени этих быстрорастущих деревьев. Кстати, приживаемость у них почти стопроцентная. Это мой личный вклад в ореховую плантацию. Сейчас здесь будут садить лесополосу. Это тополь пирамидальный, гибридный, который не пушится. Выявили, кстати, наши казахстанские ученые. Ну что, поехали. После посадки деревьев мы поинтересовались особо актуальным вопросом. Будет ли это органическая продукция? Одним из перспективных, конечно, было бы, чтобы это было органическое. Но, с другой стороны, он у нас уже органический, потому что мы не применяем никаких пестицидов. Потом этот сад был разбит на месте, где у нас раньше росла озимая пшеница. То есть тоже мы там не применяли. Но это тенденцию сохранить реально? В принципе, да. Почему это так важно? Поясню. Фермерский продукт не гарантирует вам чистую органику. Так, например, несмотря на то, что по действующему законодательству существуют так называемые предельно допустимые концентрации токсичных веществ. Их добавление в организм человека имеет накопительный эффект. Поэтому в органике считается, что любая доза недопустима. Только органические продукты, в отличие от фермерских, гарантируют отсутствие антибиотиков, пестицидов, гормонов роста. Гарантия это обеспечивается соответствующей маркировкой. Ну, в Казахстане, да, сейчас действуют две системы сертификации. То есть это внутренняя казахская система со своей маркировкой. И есть более узнаваемая, более признанная во всем мире, в том числе и в Казахстане. Это европейский зеленый лист. Но, к сожалению, мы делали исследование. Крайне-крайне мало такой продукции сейчас находится на прилавках. И она, наверное, дорогая. И она, конечно, дорогая, потому что себестоимость выращивания и производства чистой продукции кратно выше, риски потери урожая кратно больше. Поэтому, конечно, стоимость ее не может быть дешевле или сопоставима с традиционной продукцией. Но зато вы получаете действительно качественный товар. Вы лучше съедите одно яблоко органическое, чем килограмм традиционных. То есть, по крайней мере, от одного органического яблока вы получите точно пользу. А от килограмма традиционных, конвенциональных яблок ничего, кроме вреда, скорее вреда вы не получите. По словам специалистов, в наших климатических условиях очень хорошо себя чувствуют различные болезни и вредители. Здесь почвенные климатические особенности таковы, что без химии сложно. И поэтому основная масса еды, которая попадает к нам на стол, обработана различными химическими составами. К примеру, обычный традиционный сад обрабатывается до 35 раз в сезон. Это говорит о том, что несколько раз в неделю те же яблоки или другие культуры поливаются пестицидами. К сожалению, потребители пока не знают. То есть, они знают фермерские продукты, они знают экологические продукты. Но как их определить, как их идентифицировать? То есть, люди не знают, и поэтому многие фермеры недобросовестные. Они говорят, что у нас фермерская продукция, экологическая. Ну, мы немножко поливаем тем, всем. То есть, здесь нужно, конечно, образовывать людей, делать ставку на информационную кампанию. Еще один объект, который мы посетили в рамках информационного тура, находится в Тургенском ущелье Имбекши-Казахского района Алматинской области. Этот детский центр активного отдыха создан на базе гостевого дома. С 2011 года работает детский лагерь. Вот мы каждый год принимаем детей от пяти до семи смен за сезон, за летний. Ну, последние годы стабильно мы работаем на семь смен, потому что, ну, есть спрос. В работе детского лагеря используются разнообразные подвижные, развлекательные, интеллектуальные, командообразующие игры. Большой выбор творческих мастер-классов, полное отсутствие свободного времени, индивидуальный подход к детям и подросткам, и их активное участие в создании программы жизни лагеря. Комплекс работает круглый год. Единственное, вот летом мы работаем как детский лагерь, осенние, зимние, весенние каникулы мы тоже работаем как детский лагерь, а все остальное мы работаем на туристов, работаем на желающих выехать, отдохнуть на природе, корпоративный, семейный отдых. У нас все переплетено, все вписывается в нашу программу. Гостевых номеров в комплексе 24. За раз здесь могут разместиться около 60 человек. Варианты есть на разный кошелек. Вот такой стандартный номер. Сутки можно на базе завтрака снять за 16 тысяч тенге. Здесь двухспальная кровать и собственный санузел. А этот номер полулюк стоит в сутки 18 тысяч тенге. Здесь есть дополнительная кровать, также санузел и прекрасный вид на горы. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Так поется в известной песне. Впереди у нас новые вершины. Вы смотрели проект «Большая страна». Продолжение нашего путешествия в следующем выпуске. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok